МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Несогласованные работы сторонней организации привели к обрыву магистрального кабеля компании Ростелеком на территории Республики Коми. В Ниньском округе 6 тысяч абонентов остались без интернета. Состояние дороги федерального значения, ведущей в аэропорт, и ход строительства участков дорог в Наринмаре в рамках национального проекта оценил глава региона. Хоккей, фигурное катание, танцы. Для многих школьников лето в Наринмаре – это увлекательные каникулы в детских лагерях дополнительного образования. Утром в четверг 10 июня на территории Республики Коми вновь произошел обрыв магистрального кабеля Ростелекома. Абоненты остались без интернета, а торговые точки – без терминалов оплаты. Как сообщили в Центре управления сетями Коми филиала акционерного общества Ростелеком, сигнал о случившемся поступил в 9 часов 10 минут. После уточнения места обрыва магистрального кабеля для устранения повреждения к месту ЧП незамедлительно выехала аварийная восстановительная бригада. При визуальном осмотре был обнаружен обрыв внутризонового кабеля, который произошел по вине сторонней организации при проведении несогласованных работ. В результате более 6 тысяч абонентов в Ниньском округе и 80 тысяч абонентов Республики Коми почти весь рабочий день испытывали сложности с доступом к интернету и IPTV. По регламенту на восстановительные работы в Ростелекоме отводится 10 часов. Также нам сообщили, что после обрыва магистрального кабеля были включены резервные каналы для функционирования стратегически важных структур и предприятий Ниньского округа. В регионе также были доступны для зрителей ТВ-каналы первого и второго мультиплекса цифрового телевидения. Интернет в Наринмаре вновь заработал только около 16 часов. Губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный вместе со специалистами оценил состояние единственного участка дороги федерального значения в Наринмаре и проконтролировал ход дорожных работ в рамках реализации национального проекта. Наталья Дуркина продолжит. Первый участок дорожной сети в Наринмаре, на неудовлетворительное состояние которого неоднократно обращал внимание специалистов глава региона, это подъездная дорога к аэропорту. Дорога имеет федеральное значение и находится в оперативном управлении организации Упордор-Прикамье, у которой нет собственной технической базы на территории округа. Она не содержится, разметки нет, все грязное, песок. Все, наступило лето. Вызывайте сюда, вызывайте это Упордор-Прикамье сюда, проведите их руководителя по этой дороге и покажите им все замечания, которые у нас есть. Определите жесткий срок, сколько нужно для того, чтобы навели порядок. Мы не будем с ними церемониться. Вот эта дорога – это лицо нашего округа. Все люди, которые прилетают к нам, едут по этой дороге. Ну что это за дорога такая? Они что, ее в порядок не могут привести? Здесь что, много асфальта надо? Или много ума убрать песок вдоль бордюров? То есть надо взять их за ухо и провести по всей этой дороге подрядчика. Нет, не могут содержать. Поменяем подрядчика. Протяженность данного участка дороги – 4 километра. Здесь необходимо провести ямочный ремонт, нанести разметку, а также постоянно содержать в чистоте. Юрий Бездудый дал поручение профильному департаменту проконтролировать работу подрядчика. Следующий участок автомобильной дороги, который проинспектировал губернатор, расположен по улице Полярная на пересечении с улицы Пырерка. Здесь предстоит уложить асфальт и обустроить ограждение. В настоящее время подрядчик готовится к земляным работам по прокладке гильз. Реконструкция дороги осуществляется в рамках реализации национального проекта. Да, основные материалы лежат на базе ПРСУ. Мазут, щебень, битум, отзев. И все это находятся на базе ПРСУ. Работы планируется завершить к 15 августа. Еще один участок дороги по улице Ленина в районе микрорайона Городецкий также реконструируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожные работы на этом участке от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников стартовали еще в сентябре 2019 года. На данный момент сделана работа по устройству ливневой канализации, установлены системы наружного освещения. Остается поставка, монтаж четырех автобусных павильонов, типовых, которые установлены на всех окружных дорогах, и, соответственно, на территориях ограждения. Данный материал будет в течение июня-июля также приобретенным подрядчиком. И поставлены на объект, предполагаем, что тот темп, который сейчас сохраняется, без отставаний, должен быть соблюден, выполнен. Подрядчик графики. Вот сегодня в графике у вас срок окончания контракта – конец октября. Да. Можете сместить на более ранний срок? Мы это обсуждали. С точки зрения технологии нам надо выждать, пока полотно будет готово, чтобы асфальт потом не переделывать. И в июле месяце мы заходим уже, в принципе, с асфальтированием. Да, с асфальтированием. Подрядчик должен завершить реконструкцию этого участка дороги по улице Ленина в соответствии с контрактом в октябре 2021 года. Напомним, строительство и реконструкция дорог в Ненинском автономном округе осуществляется в рамках региональных программ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Этим летом будут отремонтированы два здания домов культуры в сельских поселениях округа, в селе Ома и поселке Красное. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». Подробнее расскажет Александра Литкова. Это двухэтажное здание дома культуры поселка Красное было построено в 1986 году. За 35 лет косметический ремонт здесь проводился не раз, а вот капитальный такого масштаба впервые. Внутри у нас будет частично меняться канализация, частично будет меняться проводка, будут меняться полы, везде во всех помещениях будет ламинат. Потом мы планируем в этом году, как в процессе капитального ремонта, все-таки поднять сидение в зрительном зале, чтобы зрителям было удобно смотреть, что происходит на сцене. Кроме того, будет отремонтирована крыша здания. Все работы, согласно графику, должны быть завершены 30 августа, к началу открытия творческого сезона. Этим летом капитальный ремонт проведут и в Доме культуры села Ома. Ремонты в этих учреждениях проводятся за счет средств гранта Министерства культуры. В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году мы отремонтируем два дома культуры. Это дом культуры «Красная» и дом культуры в поселке Ома. Сейчас уже буквально сегодня у меня заместитель губернатора Наталья Сан-Сидорова посетила уже ремонт, который начался в поселке «Красная». На следующий 22-23 период мы тоже подали заявки в Министерство культуры на ремонты. Это будет Верхняя Пеша и Хангурей. Дома культуры поселков Коткино и Каратайка также нуждаются в ремонте. Здание Каратайского ДК было построено силами колхозников в 1989 году. Как рассказала директор учреждения, кресло в зрительном зале еще с тех времен. Впрочем, небольшие косметические ремонты здесь проводятся. Сцену в этом году обновили, фойе поменяли, линолеум нам выделили деньги в том году. Писали финансово-экономическое обоснование, одежду сцены купили новую. Теперь она занавес закрывается. «Ремонт, конечно, капитальный. Хотелось бы, так как эстетический вид, он всегда значит очень многое. Все-таки мы живем в 21 веке и современное. Хотелось бы что-то новенькое». Возвращаясь в Красное, добавлю, что после ремонта бывшего здания Красновской школы здесь откроется первая модельная библиотека, которая появится также в рамках национального проекта «Культура». Мы получили грант на оборудование для создания модельной библиотеки в поселке Красное. В настоящее время мы получили сейчас бюджетные средства по решению губернатора Ниньского автонома округа Юрия Васильевича Бездудного на ремонт здания, где будет располагаться модельная библиотека. Деньги сейчас, буквально сегодня уже внесли план график ФХД учреждения. И я думаю, что сегодня уже будет на торгах открыта возможность для участия в конкурсе на ремонт здания. Модельную библиотеку планируется открыть до конца текущего года. А пока сотрудники учреждения вместе с книгами временно переехали в здание новой школы. На данный момент у нас организовано внестационарное посещение. То есть все мероприятия и читатели у нас принимаются вне стен библиотеки. Формат работы в библиотеке изменился, что вызывает неудобства как у сотрудников, так и у посетителей. Нам звонит охранник. Мы спускаемся вниз, забираем книжки. Соответственно, берем те, которые им нужны. Это все обговаривается заранее. То есть и на следующий день, допустим, он приходит. Мы приносим то, что хочет он, читатель. И остальное забираем. То, что он сдал. Добавлю, также в рамках грантового финансирования частично будет обновлен и библиотечный фонд учреждения. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. Дополнительная мотивация для проявления большего интереса к учебе, спорту и общественной деятельности появилась у студентов округа. 10 июня Денис Гусев, сенатор от Ненинского автономного округа, подписал с руководителями средних профессиональных учреждений Наринмара положение о конкурсе именных стипендий для учащихся. Тему продолжит Катрина Тайбарей. На сегодняшний день в Ненинском округе три средних профессиональных образовательных учреждения, которые готовят специалистов в различных сферах деятельности. Соглашение об именной стипендии сенатора было подписано с Ненинским аграрно-экономическим техникумом и Ненинским профессиональным училищем. Мы стартовали сегодняшнего для организации именных стипендий по трем номинациям за достижения в учебе, достижения в спорте и в достижениях в общественной жизни. В каждых трех номинациях будут выплачены именные стипендии сенатора. Сумма этих стипендий будет ранжироваться по занятому месту и это будет являться хорошим стимулом для студентов в учебе, в спорте и в общественной жизни. Мы должны поддерживать молодежь и хорошее начинание для студентов. Назначение стипендии будет определяться по решению стипендиальной комиссии, в которую входят преподаватели, представители родительского комитета и студенческого совета образовательного учреждения. В каждом учебном заведении есть такие великолепные студенты, которые, несомненно, поддерживают имидж каждого из учреждений. И они, несомненно, нам сегодня дадут хороший такой старт для нового проекта, великолепного проекта, именно стипендии сенатора. Надеюсь на то, что это будет не разовое, какое-то знаковое событие, а исходя из соглашения, это долгосрочная перспектива, может быть, даже не привязанная к определенной какой-то фамилии, так скажем, да, то есть сенаторы, которые будут, они будут вести эту политику, будут поддерживать тех студентов, которые являются сегодня. Первые выплаты именной стипендии студентам будут произведены уже в сентябре по итогам второго семестра 2020-2021 учебного года. Начислять стипендию будут один раз в семестр. В первую очередь я бы хотела выразить слова благодарности сенатору Российской Федерации Денису Владимировичу Гусеву за проявленное внимание к студенчеству, к студентам средних профессиональных образовательных организаций нашего региона, ну и в том числе, конечно, нашего учебного заведения. Я считаю, что это очень важное дело в поддержании студентов, поощрении их, стимулировании, мотивации к дальнейшему обучению и проявлению своей активной жизненной гражданской позиции. В свою очередь Денис Гусев отметил, что подобного рода выплаты послужат дополнительной мотивацией для студентов лучше учиться, проявлять себя в спорте и общественной деятельности, что, несомненно, положительно скажется на их социализации. Это хороший шаг, первый мы, как пример, да, вот, такой именных стипендий, да, я думаю, что мои коллеги, депутаты, общественные деятели, да, во многом отреагируют, и мы, вот, пилотный проект в данном направлении, вот, из личных средств. Поэтому я думаю, это будет хороший стимул для остальных наших политиков, общественных деятельных учреждений. Не только в среднеспециальных учреждениях, в школах, где мы должны выявлять наиболее талантливых и вместе с тем подтягивать всех ребят, которые готовы учиться и показывать результаты в различных видах деятельности. В настоящее время студенты получают два вида стипендий – академическая и социальная. Академическую стипендию могут получать все студенты, обучающиеся на бюджетной основе на 4,5. Социальную стипендию получают студенты, которые учатся удовлетворительно и по тем или иным причинам имеют право на социальную и финансовую поддержку, подтвержденную органами социальной защиты. Летние каникулы школьники всегда ждут с особым нетерпением. Учебный год позади. Можно больше времени уделять любимым внешкольным увлечениям – занятиям спортом, танцем, музыкой. О том, как проводят летние каникулы школьники из Наринмара, расскажет Елизавета Кабанова. С началом лета в Наринмаре открылось множество детских игровых, спортивных и образовательных площадок. Они работают на базе городских школ и учреждений дополнительного образования, таких как школа Олимпийского резерва «Труд». В первый месяц лета 49 юных спортсменов каждый день с самого утра проводят дни в тренировках, оттачивая свое мастерство. Программа составлялась, исходя из программ дополнительного образования, плюс основная часть – это занятия спортом, у детей идут тренировки, плюс организация досуга активного. Это уже после обеда бассейн, кинотеатр и различные другие. В труде ребята занимаются сразу по четырем спортивным направлениям – хоккей, тэквондо, фигурное катание и чирлидинг. В 8.20 – построение, далее по расписанию – тренировки. Юные чирлидерши рассказали нам, чем они занимаются в летнем лагере. В летнем лагере мне очень нравится то, что тут нужно найти общий интерес, поиграть со своей компанией, подразумеваться с кем-то новым. Здесь очень развлекательно, мы все время либо тянемся, либо играем во что-то, всякие игры. Тут можно попрыгать на матах, сделать садик, потренировать на лячках, позаниматься. Еще мы ездим в бассейн, на каток ходим. В четверг мы должны пойти в кино, и там еще допланирован нас батут. В 9.40 начинается тренировка у хоккеистов. Ребята оттачивают свои навыки и улучшают технику. Спортивный режим, школьные каникулы никто не отменял. Мы приходим, идем завтракать, потом на тренировку, и потом мы идем либо в зал, либо на улицу занимаемся, а потом идем на обед. У тэквондистов тренировки проходят в спортивном зале школы на факеле. Но их день начинается так же, как и у всех воспитанников школы Олимпийского резерва. Расписание было составлено так, чтобы совместить спортивную подготовку и досуговый отдых. Мы практикуем все, что мы узнали за этот год, отрабатываем базовую технику. И иногда еще в том большом зале мы проводим эстафеты, игра в футбол и снайпер. Мы занимаемся и занимаемся, чтобы быть сильными. И сейчас все эти дети. Мы в тэквондо ходим на плавание. Вчера ходили в 33-х регионах, кушали там мороженое, играли на игровых автоматах. Как с нами поделился Андрей Ордеев, тренер по тэквондо, летний лагерь – отличное место, где дети не только улучшают свою спортивную подготовку, но и узнают что-то новое. В программе у ребят есть, например, экскурсия в пожарную часть, просмотр мультфильмов и документальных картин. Летний лагерь, он полезен тем, что у нас дети просто так на улице, как бы сами по себе, некоторые бывают, что предоставлены сами себе, а здесь дети у нас с утра приходят, проводим зарядку, питание двухразовое, бесплатное, во второй школе завтракают дети, обедают. И лагерь до 15 часов проходит, и дети, как бы они все под контролем, и многие родители работают в это время. И дети, чтобы не были, как говорится, одни, там на улице или где-то, они здесь занимаются. У фигуристок и чирлидерш чаще всего пересекаются занятия. Иногда девочки вместе занимаются растяжкой, а временами на льду оказываются и те, и другие. Под ритмом музыки одна часть девушек отрабатывает элементы из фигурного катания, а чирлидерши улучшают свои умения в катании на коньках. Но распорядок одинаков для всех. Мы собираемся и идем на завтрак. После завтрака мы идем в зал, потом идем на лед, потом у нас обед, потом у нас игры. Помимо бюджетных учреждений, на базе которых организованы летние лагеря для школьников, досугом ребят занимаются и частные организации дополнительного образования. С 7 июня на базе Центра развития и досуга элит заработал танцевальный лагерь. Летние сборы в элит – это не только оттачивание танцевальных навыков для тех, кто уже профессионально занимается танцами, но и знакомство с миром танца для новичков. Программа пребывания в лагере – самая разнообразная. На протяжении всего лета мы обучаем детей разным видом направления танца, гимнастика, воздушную на пилонах, в скором времени кольца появятся. Также обучаем вокалу, актерскому мастерству. Каждый день у нас вожатые придумывают интерактивную развлекательную программу. То есть каждый день он чему-то посвящен. Возможно, это бывает связано что-то с кулинарией, может быть, связано с декоративно-прикладным искусством. То есть каждый день у них что-то новое, что-то меняется, ничего не повторяется. Летние танцевальные сборы в элит проходят уже в шестой раз. Невиль и Милена Рожины, например, участвовали в них еще в прошлом году. Как нам признались ребята, было весело и интересно. Поэтому в 2021-м они снова решили присоединиться к танцевальному лагерю. Занимаемся пилонами, танцуем, играем в различные игры. Зумба, гип-хоп, афродэнс, дэнс-холл. Потом развлекательные часа у нас есть. Еще гуляем иногда, но мы еще не гуляли. Мы в конце гуляем, когда все заканчивается. Приятное с полезным. Старшие воспитанники Владлены участвуют в программе летнего трудоустройства подростков. В летнем лагере они помощники хореографа. 14-летние девчонки занимаются танцами уже немало лет, поэтому могут поделиться своими навыками с начинающими. Как Александра Гусарова, победитель городского батла по уличным танцам 2021 года. Могу сказать, что мне нравятся вакинг и афро, и как раз вот здесь в лагере я преподаю афро. Достаточно мне нравятся танц-холл и хип-хоп, я здесь преподаю танц-холл. В Ненецком округе в летнее время подростки могут не только трудоустроиться, но и провести часть своих каникул с пользой, будь то оттачивание танцевальных или спортивных навыков. Елизавета Кабанова, Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее осмотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok